Продолжение следует... Сейчас мы поговорим о выступлении президента Байдена в Конгрессе, в котором в этом выступлении он большое внимание уделил Израилю, за что ему большое спасибо и довольно резко наехал на премьер-министра Израиля и вообще высказался о нашей войне. С нами из Соединенных Штатов детектив Стив Дудник, главный редактор, владелец и основной спикер канала «Закон и порядок в Соединенных Штатах». Подписывайтесь, очень интересный канал. Стив, привет, добрый вечер у нас, добрый день у тебя. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо, что позвали. Сегодня я навязался на это видео, я позвонил тебе, сказал, надо это обсудить, потому что все, что касается Израиля, это для меня больная тема. И, конечно, выступление нашего президента, оно было самое позорное за историю Америки, самое комедийное за историю Америки, и ни один президент так раньше не выступал. Самое обидное за историю Америки, то, что мог сделать господин Байден. И вот поэтому я тебе позвонил, но это было ужасно, потому что, в основном, когда президент приходит в КГС, он пытается рассказать, чего добилась своя администрация. Ну да, это же как бы предвыборное выступление. Да, Байден сделал все по-другому. Что он сделал? Он все выступление, он троллил Трампа, не называя его имени, это очень некрасиво, приписал к себе то, что он никогда не делал, и приписал Трампу то, что сделал Байден и его администрация. Параллельно он, конечно, задел Израиль, при том, ну там все было очень позорно, а как бы, знаешь, вот очень интересно, с одной стороны, как бы он говорит, что Израиль имеет право себя защищать, но с другой стороны, Америка, это право, хочешь у него забрать. И самое, что было интересное, перед Конгрессом, а я был тогда в Вашингтоне, еще когда вот было, это было сколько, 4 года назад, когда там выборы были, я был, я знаю, ну, это хорошо, там было огромное количество мусульман, пропалистических протестантов, огромное количество, которые перекрыли Байдену после проезда его кортеджа, они окружили этот Конгресс, и никто ничего, кстати, не сказал, не полиция их не разгоняла, хотя демонстрация далеко была не очень мильная, и вот они как раз выступали против Израиля. Ну, это как раз вполне, вполне объяснимо, но вот меня интересует вот как более конкретно его речь, он сказал, я, естественно, прошу прощения, я не читал всю эту речь, хотя она есть и в переводе на русский язык, и на иврит, но я просто, у меня не хватило на это времени. Ничего не потерял. Начал эту войну, а виноват это Израиль, который начал себя защищать. И вот эти вот, да, и последнее, что меня поразило, это то, что он сказал, что наступление на Рафиах, Рафиах, я напоминаю, это последний оплот Хамаса на границе с Египтом, значит, это будет красная черта, это будет трагедия и так далее, и так далее, то есть, этого нельзя допустить. Так, а что он тогда хочет вообще от нас? Ну, до начала вообще не понятно, вообще, конечно, я был удивлен, что он этот час простоял, но видно, его накачали очень серьезными медикаментами. Любишь ты, любишь ты президента, любишь. Ну, знаешь, как говорится, не мы такие, жизнь такая, из песни слов не выкинешь. Его накачали, видно, серьезными медикаментами. И то, даже при этих медикаментах было очень много комедии, было очень много, ну, было смешно. Начало Марджи Грин, она появилась перед ним в майке Трампа, в фуражке Трампа, и она выкрикивала имя студентки, по-моему, это Джорджи, была, не помню, которая убила нелегальный иммигрант. И она, Байден, выключила значок с его именем. Байден пытался отбрыкнуться, он... А кто она такая, прошу прощения? Я не помню сейчас ее имя, эта девушка, ее убила, изнасиловала, ограбила ее... Нет, та, которая выскочила и... Она одна из женщин, конгресс-вуменов республиканских, которые поддерживают Трампа. И в конце весь зал стал кричать имя этой женщины, которая погибла, и у Байдена уже не было вариантов. И он назвал имя этой женщины, он назвал ее неправильно, он назвал ее линкольным почему-то ее. И вот у него были интересные слова. Это президент Америки такой, говорит, он сказал, ну да, говорит, ну да. Но убил ее нелегальный иммигрант, конечно, это плохо. А сколько легальных людей убивают других людей? Вот так это было как-то сказано. Очень некрасиво по отношению к американцам. Ну и вот, конечно, параллельные выступления про Израиль. Во-первых, почему-то Америка решила построить порт. И куда они будут... Но это не совсем построить порт, это будет... Ну, временный порт. Обучий временный порт. Временный порт. И вот это ВМС США сейчас будет этим заниматься. Я считаю, что это удар Израиля кинжалом в спину. Почему? Ну, потому что вообще все, понимаете, вот... Вы должны смотреть в глубину. Ну, это все, конечно, война корпораций, это бизнес, это деньги, это все. И еще у Байдена выборы впереди. Вот у него взвешенная ситуация, что ему попытаться выиграть на этих выборах или поддержать Израиль. И вот у него, его администрация колеблется, и они, по-моему, их подтягивают больше к выборам, чтобы не потерять свои места, чем поддержать Израиль. Хотя, вы же знаете, в ее этапах вам говорил, что у Израиля специальное состояние, состояние союзника, и Байден сильно там не может что-то, как с Куариной поступить. Он должен помогать Израилю. Но они делают все возможное, и это вот сейчас вот показало вот это выступление, чтобы остановить Израиль, чтобы остановить защиту Израиля, и чтобы создать престижное государство. Я считаю, что вот многие в Израиле этого не понимают. Я смотрю на каналах, я смотрю журналистов. Многие вот, понимаешь, вот многие люди, вот я сегодня смотрел, кстати, перед этим разговариваю, даже вот на 9 канале это было, они говорят, да нет, нас никто не остановит, мы свободная страна, мы должны защищаться. А с другой стороны, да, Израиль должен защищаться. Но что Израиль будет делать, если Америка перестанет поставлять, если Америка начнет связывать руки, если Америка не будет поддерживать Израиль в ООН? Сейчас еще поддерживают. Да, вот в ООН, вот это вето, американское вето в ООН, оно на руку выстоит. Сейчас еще поддерживают. Но что будет за 2 месяца до выбора, что будет за 3 месяца до выбора, мы не знаем. И Израиль в очень опасной ситуации находится, потому что это, опять же, это союзник. Я, американец, и мне стыдно об этом говорить, если честно. А да, мы союзники, мы как бы да, но вообще-то нет. И вот когда это нет зайдет за красную линию, никто не знает. И вот это для Израиля очень опасно. Ну, понимаешь, вот сам порт, значит, там я просто в двух словах поясню. Может быть, не все наши зрители понимают, о чем идет речь. Сейчас поставка гуманитарной помощи идет либо через КПП Рафех, то есть Египта, частично идет через израильское КПП. Значит, наши протестующие, в основном это поддерживающие семьи заложников, постоянно перекрывают там трассы и говорят, что мы не пустим эти грузовики, пока наши братья и сестры сидят там в клетках под землей. Да, но их, значит, там потихоньку разгоняют, запускают и так далее. Сейчас хотят сделать вот этот порт. То есть технология будет следующая. То есть груз будет проходить досмотр на Кипре. И с Кипра он уже будет поступать вот на этот плавучий порт и оттуда он распространяется. Вопрос, основной вопрос, который до сих пор окончательно не решен, кто будет заниматься распространением этого, этой гуманитарной помощи. То есть ни в коем случае это нельзя отдавать Хамасу. Но говорили о том, что будут какие-то местные кланы вооружать, чтобы они вот этим занимались. То есть бандитов против бандитов. Но, с другой стороны, это давний, так сказать, хороший способ. И у нас всегда говорили, что Израилю давно надо было найти своего Кадырова, который бы руководил бы там этой палестинской армии. Вот, враг твоего врага, твой друг. Ну, примерно так. Тем более, что там врагов достаточно. Но этот вопрос, кстати, вот пока подвешен. Сейчас пока идет сбрасывание этой гуманитарной помощи с самолетов. И довольно, так сказать, неуспешно, если можно так выразиться. Ты знаешь эту историю, когда там придавило контейнером несколько человек. Но, правда, сейчас выяснилось, что это вроде не американцы. И это вроде не иорданцы. А это самолет Объединенных Арабских Эмиратов. У них там не раскрылся парашют. А какая разница, обвинять евреев будут? Ну, в общем-то, конечно, это как раз нормально. Ну, вот такая вот картинка. Но, действительно, вот то, что он выступал и то, что он напрямую высказался, обвинил премьера-министра Израиля. Причем назвал его по-разному. До этого же был, помнишь, был вброс, что он в частной беседе со своими там коллегами назвал его плохим парнем. Но это как бы плохой парень. А тут он просто напрямую, что Бениамин Натаньяу, премьер-министр Израиля, он является препятствием для урегулирования вот этого вопроса. Я не являюсь большим сторонником Бениамина Натаньяу, но вообще это как бы унизительно для коллектива, как говорил Жванецкий. Да, пожалуйста. Понимаете, в чем дело? Чтобы никто не говорил, Натаньяу выбрал израильский народ. Я не видел таких фальсификаций. Ну, может, я не сильно понимаю, как это произошло в определенной стране у нас. Я не хочу на ютюбе это говорить. Нет, фальсификации у нас не было. В этом никто и не обвиняет. Понимаете, поэтому я не видел фальсификаций. Убыл народ. И народу решать, убирать на тени огонь, не убирать. И ни в коем случае не решать Байдену. Но я хочу вам напомнить, дорогому Александру, мы с вами не всегда совпадаем во мнениях. Вы помните, как Байден, еще даже не был президентом, а вице-президентом, убрал генерального прокурора Украины? Вы помните, да, это? Ну, да, мы уже как-то поднимали это в эфире. Да, свободная страна. Генеральный прокурор, который ввел расследование по его сыночку, по компании Близма. И хозяин компании Близма обратился к Байдену через сына Кантера Байдена. И он не просто убрал его, он даже не скрывал это. Он в прямом эфире сказал, он сидел, закинул ногу на ногу. Говорит, тогда у него деменция еще нормальная была, он еще как бы понимал, что он говорит. И он говорит, вы слышали, там была большая аудиация. Он говорит, я убрал генерального прокурора, я сказал этим сукиным детям. Так он говорил, Байден, убирайте его, или мы вам тут устроим. Понимаете, это он убрал, и мы не можем сразу идти с Израилью, Украину. В Израиле нет такой коррупции, в Израиле все по-другому, там более все серьезнее. И Байдену это мешает, это мешает этой администрации, то, что на Тиньягу никак, извините меня, опять вы можете на меня обижаться, не обижаться, не как Зеленский, который бежит впереди с прямой рукой. А Нитиньягу так не бежит, он на Тиньягу, чтобы не было, у него железные бойцы. И он дает отпор, и Байдену это не нравится, это бьет по его репутации, это бьет по репутации кабинета, вот что происходит. И поэтому ему не Тиньягу, а козь в горле, ему бы хотелось так, администрация бы хотелось так, они вот Израилю сказали остановить, Израиль остановил, повернись, Израиль повернулся, нагнись, Израиль нагнулся, возьми вазелин, Израиль взял, тут идет Украина. Израиль этого делать не будет, мы евреи не такие, мы не дадим себя больше никогда никому уничтожать. Мы уже когда-то давали это делать, потому что такого не будет никогда. Я со слезами на глазах это говорю, у меня, все, у меня мои родственники, у меня бабушка была прошла через концлагерь, у меня много родственников Украины уничтожили, у меня дедушка воевал. Ну, я просто понимаю, о чем идет речь, мы больше никому никогда в жизни не дадим себя уничтожить, ни у кого это не получится. Это их бесит, это бесит наших врагов, это бесит даже наших союзников, потому что мы не прогибаемся, евреи не прогибаются. Вот поэтому Нитиньягу им неудобно. А решать, нужен ли ты Нитиньягу в Израиле, нет, это будете решать вы, Александр, и ваш народ будете решать на выборах, а не Байден в своем кабинете, в свою больную голову. Ну, я извиняюсь, что так несколько вопросов, для меня это больная тема. Для меня вообще, когда обижают евреев, это очень больная тема. Нет, вполне легитимно то, что ты говоришь, но мне кажется, что это еще связано с тем, что, по-моему, Байден начинает понимать, что, точнее, не он, а его окружение, что у него не все как бы хорошо складывается с предвыборной кампанией. Просто не складывается, они пролетели, как панира над Парижем. Они так понимают, они пытаются делать все возможное, они пытаются... Опять, давайте так, и мы с Гарри Табахом немножко соединены в этом, ну, как бы, у нас очень много различия, но вот в этом мы... Хотя мы раньше сидели вместе и видели, сейчас мы не делали, что мы на разных континентах находимся, но у нас есть одно, есть... Я не республиканин, чтобы вы понимали, для меня республиканин такие же аферисты, как и демократы. Они так же... Ну, я говорю, потому что, почему я считаю, что демократы отводят кормушку, а республиканцев туда не пустили. Теперь республиканцы боятся за эту же кормушку. Но это везде так, Стив. У меня нет какой-то личности, но я понимаю своим мозгам... Может, они у меня не очень умные мозги, я не знаю, я понимаю, я смотрю на нашу политику американскую, я понимаю, что кроме Трампа никого нет. Покажите мне, дайте мне, я выберу. Я не пойду за Трампа, но у нас никого нет. У нас реального демократа вообще никого нет. А те, кто хотят прийти, они просто убьют страну, потому что если мы говорим про губернатора Калифорнии, он убил Калифорнию. Про Камалу Хайсу, это вообще ужас ходячий. Но это не просто, это уже... Это не просто, это просто ходячий ужас. А никого? У демократов никого нет. Есть Роберт Кеннеди, который немножко независимый, и он умный мужик, но он независимый не пройдет, ему не дадут пройти. Это все равно, наверное, партийные какие-то... А у республиканцев тоже никого нет. Ники Хелли, извиняюсь, она не кандидат, далеко не кандидат. А у десанта тоже нет. Ну нет никого. Вот так вот наша страна обмельчала. Это страшно, это плохо, не а то молодых. Нет, ну у нас так вот есть. У нас есть 70-летний Трамп, который, извини меня, бегает и ходит, как 40-летний. Немногие 40-летние так могут бегать и ходить. Я видел, как он на трибуне уступал, и кого-то попросил ручку подписать. Ему стало просто так вот ручку кинули. Он ее в воздухе поймал, подписал, назад ее выкинул. Ну вот я бы так не смог бы сделать, я бы эту ручку не поймал бы в полете. Ну он серьезный мужик Трамп. И у нас никого нет. А раз никого нет, так закройте свои арты и не спасайте страну. И вот это, кстати, большая ошибка, я всегда говорила, большая ошибка в Израиле, очень многих журналистов, на Украине очень много журналистов. Они недооценивают Трампа. Они почему-то думают, что вот все будет как пошлим, не будет все как пошлим. Сейчас у нас страна на таком пороге находится. У нас или мы будем на гражданской войне, или у нас поменяется администрация. Одно из двух, а на третьего не дано. Мы как большой локомотив, который, знаете, нагрузили полностью, закидали топ, и он на огромном скоте мчится. А впереди пытаются мост построить. И вот построить, и мы не построим, и прийти вниз. А вы все полетите за нами вниз. И экономически, ну, вы же понимаете, в основном, в любом случае, если не будет Америки, то у Израиля будут большие проблемы там. Ну, все равно это... Ну, это понятно. Вот такая ситуация, что на каком моменте Америка перейдет в эту красную черту и скажет, Израиля, остановись, или мы не будем делать то-то, то-то, то-то и то-то. И вот тогда вот мы, евреи, скорее всего, когда, знаете, я вот обсуждал пару дней назад с профессором экономики, не с Хазиным, другим профессором, он будет у меня на канале скоро, что во время войны, когда в Израиле началась война, израильтяне рванулись домой, они рванулись здесь сейчас в свою родину. Да, я не поехал там, но мне там нечего, я не умею воевать, мне там нечего делать, я буду только мешать. Но поверь мне, Александр, если завтра Израиль будет на ситуации жизни и смерти, и выйдет то же самое, это не я, а вот просто выйдет на трибуну и скажет, все евреи мира, кто может, возьмите оружие, езжайте, я буду первым стоять в аэропорту. Да, я небольшой вояк, а что он другое придумал, знаешь? Ну, я просто говорю, стрелять из автомата. Я думаю, огромное количество евреев будет стоять в аэропортах, которые захотят улететь. Вот в этом Израиль недооценивают очень многие, понимаешь? Я тебе скажу, что так и было, то есть очень многие прилетели, причем не обязательно с автоматом. Вот я, по-моему, упоминал в наших программах мой троюродный брат, который профессор медицины, они с женой, она тоже медик, они все бросили, примчались, и они неделю работали добровольцами в Маген-Давито-Дом. В МАДе они ездили на вызовы, они брали ночные дежурства. В общем, вот неделю... Ну, они врачи, это классно, но я разговаривал с многими людьми, мои знакомые, кому-то 45, там полчиннику ближе. Люди, ну, которые они сейчас не нужны, они реально не нужны сейчас в Израиле, нет, кому воевать. Но я с людьми разговаривал, и мне люди говорили, что если только Израиль позовет, реально позовет, вот реально, то люди поедут, и это будет не 6 миллионов в веках тяжелого Израиля, это будет до всего мира приедут. Не Украина этим, пожалуй, не может похвастаться, не Россия этим похвастается. Никогда вообще ни одно страны мира в этом похвастаться, даже Америка в этом похвастаться не может. Ну да, вот, знаешь, я беседовал, когда у нас началась война, там, с украинскими политологами, они меня спрашивали, а как у вас вот решается вопрос, там, вот, закрыты ли у вас границы на выезд, то есть проверяют ли, вот, молодежь не выпускает. Я говорю, у нас, говорит, другая проблема, у нас специальные были организованы вывозные рейсы, которые было сказано, где скапливаться, то есть вот на Кипре, по-моему, в Вене, там еще в двух-трех городах, всем, кто хочет вернуться, значит, в страну воевать, им надо срочно прибыть в эти города, оттуда наша национальная авиакомпания Эляль организовывала вывозные рейсы, то есть люди возвращались для того, чтобы идти в армию. Ну, это все понятно. Скажи мне, пожалуйста, но вот с тем, что происходит сейчас на выборах, то есть Трамп все больше и больше утверждается в мысли, что все-таки он будет президентом. И тем не менее, вот, если Байден захочет, допустим, оборвать поставку помощи Израиля, это как-то отражается на его электорате, то есть как-то на его предвыборных возможностях, или это его избирательный... Это ему поможет. Это ему еще и поможет, да? Ему поможет ему это. В какой-то стране, я думаю, может, американский... Знаешь, у нас очень большая проблема, я всегда об этом говорил, это большая проблема евреев, и я знаю, есть какие-то люди, которые у вас не рукопожатые, но я с ними общался, знаешь, и не буду назвать имена, я имею в виду... И мы сходимся в одном, что проблема евреев очень часто бывала, что евреи иногда забывают, что они евреи. Так происходило в Германии, и мы видим, чем это закончилось. Так происходит иногда в Америке. Очень многие американские евреи, либеральные демократы, они забывают, что они евреи. Но евреи должны понимать, что как только он забудет, ему об этом обязательно помнят. И не надо показывать в паспорте, что евреи, у тебя на лице все написано, могут дать помолти. И вот евреи никогда не должны забывать, что они евреи. Евреи должны всегда быть готов, что его будут убивать, сжигать и не любить. Вот американские евреи немножко забыли, что они евреи, и это наша большая проблема. И миллионеры, ну покойный Сорос, мы возьмем, не забываю, как его зовут, у нас в парламенте находится пожилой, забыл фамилию, и глава этого. Сандерс. Они забывают. И это большая проблема. Вот если евреи вспомнят, что они евреи, тогда у Байна будет большая проблема. Но мне кажется, большая проблема, то есть, по крайней мере, основная поддержка Израиля в Соединенных Штатах, это все-таки евангелисты, даже не евреи. Да, евангелисты, это огромная сила. Адвенчур, как называют их, я сейчас, адвентисты, какого... Ну там разные, я не очень разбираюсь. У них целая политика, что евреи должны соединиться всем в Израиле, и они дают деньги на это, я знаю. Да, они не просто деньги, они помогают, они приезжают. Но левые, левые демократы, ультралевые социал-демократы, они все, конечно, если сейчас Байден нападет на Израиль, ну морально, из-за странной институции, они его очень сильно поддерживают, его рейтинг возрастет. То есть, он как бы заинтересован. Он как бы, я думаю, что да. Я не думаю, что на это пойдет, потому что с другой стороны может прилететь. у него сейчас ситуация странная немножко, и я думаю, что они понимают, что у них там очень большие проблемы. Но это очень опасно. Американские евреи не должны забывать, что они встречают евреи, а потом американцы. Вот это большая наша проблема. Скиф, а скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, вот допустим, победит Трамп, ну в ноябре выборы, значит, инаугурация в январе будет, правильно я понимаю? Значит, он приступит к своим обязанностям, ну грубо говоря, в феврале где-то, не раньше, да? То есть, что он реально может сделать? Он же говорит в своих предвыборных обещаниях, что я прекращу войну с Россией, Украины с Россией, я наведу порядок на Ближнем Востоке, но даже сейчас оставим в покое Ближний Восток. Вот как ты видишь, вот почему он уверен, что он возьмет и как бы наведет порядок? Есть такой аналитик, Феркес Шабанов, он у меня будет вот в пятницу, это очень сильно, он недавно выступал с Гордоном, и он Гордону нос утер, если честно, когда был разговор, и он объяснил, я, кстати, поддержив его мнение, я тоже это объясняю, что нет вот этой Украины, Россия, войны, этого всего нету, все по-другому немножко идет, и Россия не может приграть Украине, потому что в России есть ярденная дубинка, чтобы не было, она есть, и ей можно махать, и для Америки Россия, это как очень удобная невеста связаться, ну, чтобы разобраться с Китаем, поэтому американцы все это время, они как бы помогают украинцам, помогают им не приграть, они помогают его выиграть, они это не делают, потому что они давно могли это сделать, они это не делают, и сейчас вот я вижу ситуацию, что сейчас происходит с Украиной, как бы такое не произошло с Израилем, Украину стали потихонечку сливать, и мы сказали, ну, как сливать там вот эти республиканцы, Трампом что-то запретили, там что-то, ну, так же сейчас говорят везде, но это немножко не так, во-первых, у Байдена, у его команды есть 4 миллиарда долларов личных денег, которые почему-то они Украине не дают, и почему-то они говорят, ну, пока вот республиканцы там не проголосуют, за какой-то порядок мы эти деньги не дадим, но никто же эти пакеты не рассматривает внутри, вы знаете, о чем я говорю, что там есть 10 миллиардов долларов в Палестине, и тут куда эти деньги идут в Палестину, на помощь, какой Палестине, трубы, цемент, строят заново эти подземные переходы и все остальное, и много чего другого, поэтому республиканцы просто пытались объяснить, что они будут голосовать, но они хотят разделить все эти проекты, чтобы Израиль ушло отдельно, Украине ушло отдельно, чтобы было видно, что на что идет, и кто что получит, а демократам это не выгодно, потому что демократы должны украсть, они должны распилить это, они должны положить свои карманы, поэтому это не выгодно им, что говорит Трамп, смотри, что у нас получается по Трампу, а в трех случаях может быть мир, я так думаю, опять, возможно, я не прав, и не говорю, я не хочу поставить твой канал, поставить тебя, это просто мысль, то, что я общаюсь с людьми, в трех случаях, если Россия выиграет, и Украина проиграет, это раз, если не будет Путина и не будет Зеленского, а будут другие президенты, два, в третьих, если будет доминант, главный над Украиной и Россией, который будет доминировать на этих переговорах, который будет говорить, вы должны сделать так, и вы должны сделать так, и они будут делать так, у них другого выхода не будет, вот этим доминантом будет... Но этот доминант должен, как бы, политика крутая, кнутая пряника, не просто так, вот я вам велю, сделайте так-то и так-то, а вот вы сделайте так-то, я вам за это дам вот это, да, а ты сделай так-то... Да, это доминант будет Трамп, Этот номинал будет Трамп. И понимаете, опять же, если вы вспомните, опять же не мои слова, я тоже об этом всегда говорю, я не хочу повторяться, плагиат это нехорошая вещь, когда на Трампа говоришь, что он там что-то с Путиным, он там Путин какой-то агент, ну это все смешно, потому что Трамп, когда с ним встречался, вы помните почему, когда уже отпустили украинских моряков, только тогда он пошел встречаться. И всегда, когда говорили, что Трамп там что-то на него никак смотрел, Трамп высокий мужик, а Путин низкий, он на него сверху вниз подсмотрел. Ну просто, я говорю, такие вот мелочи, Трамп знает, как себя вести, и он сделал Абрамовое соглашение, ему не дали до конца все это довести. В Израиле при Трампе был мир. И я не думаю, чтобы Хамас так бы себя повел при Трампе, никогда бы в жизни. И я не думаю, что ракеты бы с севера летели на Израиль при Трампе, потому что Трамп еще тогда, когда перенес посольство, опять же, вы помните, я не обманываю, это было официально, и когда весь мир стал кричать, что будет теракт, и какое посольство, что вы делаете, что Трамп сказал. Небеса разверзнута, разверзнута. Только одна ракета упадет на территорию Израиля, я подумаю, что я сатру с лица земли, и он это мог сделать. Они боялись его, они его реально боялись. А, к сожалению, Байден никто не боится, он слабый лидер. Когда лидер слабый, все саталиты по всему миру начинают подниматься, и конфликты начинают, там лифтан, конфликт здесь. Эти конфликты увеличиваются, потому что некому контролироваться. Поэтому я считаю, что при приходе Трампа в Израиль будет все нормально. И не будет этих красных линий. Я думаю, что и Насрала, и Хизбалла, они сразу берутся за реку Наталью, как эта река называется, они даже дергаться не будут. Вот и все, понимаешь? И с Хуситами то же самое. Видишь ли, нам ждать до февраля, до марта, это немножечко проблематично. Мы сами допустили это, мы сами, очень многие мы допустили сами, а я считаю, украинцы допустили очень большую ошибку, я считаю, очень большая ошибка была украинцам. Что ты имеешь в виду? У них был шанс, когда Трамп обратился к Зеленскому, провести расследование по семье Байденов, ничего криминального там не было. Провести честное расследование, дать выдать честные документы, чтобы их увидел американский народ, чтобы их увидели избиратели и понимали, о чем идет речь. Зеленский этого не сделал. Он прогнулся перед Байденом в тот момент, и еще нажался на Трампа, и ему чуть-чуть письма за это не влепили. Это была большая ошибка. И много-много ошибок было, как слово допустили. Не израильтяне. Израильтяне не допустили никаких ошибок, кроме того, что израильтяне, у израильтяне что-то другая, я не имею права израильтянам это говорить, я просто не имею права говорить, но мое мнение, израиль, знаете, когда вот человек очень сильный, человек там чемпион мира по карате, он очень крутой, и вот идет он по темной улице, и он говорит, я ничего не боюсь, я умею драться. А против Лома нет приема. А есть уличные хулиганы, которые могут вылезти в сзади и прыгать кирпичом дать. Вот Израиль получил кирпичом по голове. Да, очень... К счастью, Израиль был в каске. И голову ему не разбили. Просто было очень больно, может быть, было сотрясение мозга, и я надеюсь, с этим разберутся израильские власти. Ну, следствие разберется с этим. Я не могу в это лезть. У вас есть Аусленда, которые... Я не понимаю в этом ничего, честно. Просто вот ощущение, что и у Америки такая же проблема была, когда взорвали башни-близнецы, а такая же проблема была. Американцы посчитали, что они очень крутые, что они очень мощные, что война на их территории быть не может. Трои сюда не пойдут. Все за территорией. Поэтому наши службы не работали нормально. И когда ПБР, ЦРУ предупреждали президента, что что-то может случиться, никто не повез. И вот случилось, что случилось. И сейчас у нас повторение этому идет, потому что через наши границы идут люди при военной форме, и китайцы идут, молодые, призывного возраста. Огромное количество через Калифорнию, которых только можно... Китая завтра надо, а не себе что-то под ружье поставить. Там 30-40 тысяч человек бойцов посадил. Представляете, полторы тысячи... Вот я извиняюсь, что я над темой говорю. Полторы тысячи, две тысячи террористов пришло через территорию Израиля. Вам надо было двое суток понять, что происходит. Правильно? Примерно. Это же в любой стране так. Я об этом говорил. Если завтра через границу Мексики или Калифорнии пройдут 20-30 тысяч человек, как они идут с автоматами в руках, не какая-то армия, вот такие вот босоногие бандиты из одной территории, их не остановит, никакой местный полицейский департамент с ними не справится. Ну, конечно. Они не могут. Пока-пока дают до президента, пока подают национальную гвардию, пока подают, они половину штатов выезжут уже в тот момент. Ну, в принципе, да. И то же самое и в России, и везде. Это потому что страны, потому что они готовы к этому. А к этому надо быть в наше время. Страва страны заточены на противостояние со странами. А в наше время надо готовить. И у нас через границу идут молодые, боевые, и китайцы, и наркобароны, и бандиты, и АМС-13. И они все идут, это все бойцы, их можно поднять. Я не знаю, кто их будет поднимать. Сказали, все будут поднимать демократы при выигрыше Трампа. Вот этого я боюсь больше всего. Что демократы пойдут, потому что демократы готовы умыть Америку кровью, просто умыть ее кровью, но не отдать свои портфели, не отдать свои места. И я боюсь, что когда Трамп выиграет, у них не будет выхода, они дадут клич, и они поднимут всех этих нелегалов. А там столько бандитов, там столько... Это же Миннесуэла, это Гондурас, это Треугольник Смерти, оттуда столько бандитов пришло сюда. Они влились в местные банды, они вооружились в местные банды. В Портленде должно быть 800 полицейских, там из Портленда 350 полицейских, остальные разбежались. Их так загнобили, что весь Портленд, они даже выехать не могут. Люди просто грабят магазины, и полиция приехать, они не успевают, они не могут. То же самое в Нью-Йорке происходит, в Бостоне происходит, в Чикаго происходит. Беспредел полиции ничего сделать не может. А если они кого-то ловят, их надо отпускать через два дня, как это было в Нью-Йорке, когда избили полицейских, дали документы и отправили. Сейчас у нас в Локлоиде расследование идет. Интересно, вчера у нас один шрифт из Брэвер Каунти, очень умный шрифт, я не помню сейчас его имя, он очень крутой дядька. Его все уважают. И вот он рассказывал, вчера стоял и рассказывал, что они поймали 20 девушек, которые приехали из Гондураса, из Венесуэлы, нелегалок, которые наши федеральные власти дали документы и разрешили им летать с Саудо-Уэстом бесплатно по всей стране. В чем бесплатно? Вот такое бесплатно. Мы, американцы, платим, на него были бесплатно. Они приехали в Нью-Йорк, устроились в секс-индустрию. Но так как в Нью-Йорке таких много, им сказали, вам здесь не место, так и с Нью-Йоркой их отправляют за нас счет налогоподседчиков на Саудо-Уэстом летать по всей стране, заниматься проституцией, забирать деньги и возвращаться назад в Нью-Йорк. И их по Флойде поймали. По Флойде Шрифт поймал 20 человек женщин, они дали показания на эту банду с Нью-Йоркой, которые из Нью-Йорка разрешили этим нелегалам перейти к границу, дали им документы и заставили американские авиалинии перевозить бесплатно. Они такая карточка есть специальная. Они приходят и говорят, я вот нелегал, мне дали документы. И федералы заставили, и самолет их вводит, их вводит по всей стране. Очень удобно. Гениальная бизнес-идея. Бизнес-идея в чем? Бизнес-идея в том, что демократы делают все, чтобы не отдать власти. Я боюсь, что они устроят гражданскую войну. Не знаю, полученных или нет, они выведут Антифу, они ведут Black Lives Matter. Кстати, вот эти вот очень многие пропалестинские протесты, которые проходят, я к ним присмотрелся. Это те же самые Black Lives Matter, только их переодели, одели им эти палестинские платочки, дали другой нарратив. А я же детектив, у меня уже голова по-другому. Так как они себя ведут, так как они нападают, это чистый Black Lives Matter и Антифа. Ну, тетушки такие вот, как были когда-то на Украине. Их просто переодели и дали им другое указание. Я боюсь, что дел партии их выведет на улицу, поднимут еще нелегальных эмигрантов, скажут, идите на улицу, громите. Ну, и вот у нас начнется, вот с этого момента начнется гражданская война, потому что другие американцы, в республиканских штатах, они вооружены, они будут охранять свою семью, свои дома. У людей по времени вооружены очень сильно здесь, даже лучше, чем в Израиле. У многих людей оружие, ну, я просто знаю, я просто по себе знаю, сколько у меня оружия есть. И люди выйдут на улицу, начнут защищать свои дома, что сталкиваться с этими толпами, начнется гражданская война. И вот на это демократы могут пойти, чтобы только не отдать свои власти, чтобы держаться, хоть за кусочек, но держаться. Страшно. Страшно. Я надеюсь, что все-таки до этого не дойдет. Это такой, я думаю, пессимистический прогноз. Это правда. Понимаете, надо правду говорить. Нельзя говорить, что все хорошо. Я понимаю, как ты американец, и ты свою страну съешь. Я несу свою страну. Но я вижу проблемы, которые надо говорить. А если ты не будешь говорить о проблемах, получится, как в Украине получилось. Получится, как еще где-то получилось. Ты должен правду говорить, ты должен людям рассказывать. И дальше люди просто включили свои мозги и начали думать по-другому. Потому что я не дам... Я не дам... Я извиняюсь, на следующий человек, который за Байдена. Он американский, он реднек. Вот чисто американец, работает в магазине за 20 долларов в час, всю свою жизнь, 45 лет, он работает в одном магазине. А не богат человек. Я пытаюсь поговорить, вот для него Байден, он считает, что вот все, лучше ничего в жизни нету. Он считает его самым лучшим президентом. Я пытался ему что-то объяснить, бесполезно. Человек не понимает. Я для человека стал врагом за пять минут. И вот таких очень много, которые считают, что все, что делает Байден, это правильно. Не, ну это естественно. Это так всегда, собственно. Одни за одного, другие за другого. Ну что ж, я думаю, что как бы скоро все станет ясно. Спасибо. Дай бог, чтобы в Израиле было все ясно и нормально. И дай бог, чтобы Америка не сделал эту большую глупость и не предала Израиль. Спасибо. Спасибо большое. Стив Дудник, детектив Стив Дудник. Канал «Закон и порядок в Соединенных Штатах». Спасибо большое. А наша программа подошла к концу. Велаю Александр Гурарье. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok